Евангелие от Матфея Первым среди четырех и в рукописной традиции, и в современных изданиях Нового Завета стоит Евангелие от Матфея. Его нередко называют Евангелием Церкви прежде всего, потому что в Ранней Церкви оно пользовалось значительно больше известностью, чем Евангелие от Марка и Луки. В начале II века на него уже ссылался Игнатий Богоносец, а в первой половине III века Ориген написал на него полный комментарий. В IV веке полный комментарий на него составил Иоанн Златоуст. По сравнению с Евангелием от Марка, Евангелие от Матфея значительно длиннее, прежде всего благодаря включению большого количества материала, отсутствующего у Марка, в частности, родословной и повествовании о рождении Иисуса в главах I-II, Нагорной проповеди в главах V-VII. Автор Евангелия — Иудей, хорошо знакомый с иудейской средой и традиционным для этой среды толкованием Ветхого Завета. Обильное цитирование Ветхого Завета характерно и для других евангелистов, однако Матфей выделяется среди них тем, что наиболее последовательно проводит мысль об исполнении ветхозаветных пророчеств в жизни Иисуса как обетованного Мессии. Существует гипотеза о том, что Евангелие от Матфея было написано на еврейском языке. Она основывается на вышеприведенных словах Папия Иерапольского. Матфей записал изречения на еврейском наречии и переводили их кто как мог, а также на ряде других древних источников, включая сочинения Блаженного Иеронима. Что именно представляли собой эти изречения, остается загадкой. Существуют некоторые апокрифические Евангелия, такие как Евангелие от Фомы, написанные в форме изречений Иисуса. Однако по содержанию эти изречения существенно отличаются от тех, что вошли в канонические Евангелия. Можно ли отождествить изречения с Нагорной проповедью и другими поучениями Иисуса, вошедшими в Евангелие от Матфея? Однозначного ответа современная наука не дает. Хотя Нагорная проповедь, несомненно, представляет собой цельный материал, содержащий прямую речь Иисуса и вставленный в повествовательную ткань Евангелия. Нельзя исключить, что когда-то этот текст существовал отдельно, может быть, и на еврейском языке. Однако никаких следов существования еврейского текста Евангелия от Матфея до настоящего времени обнаружить не удалось. Греческий текст этого Евангелия не содержит в себе признаков перевода с иного языка. Евангелие от Матфея по композиции отличается от двух других синаптических Евангелий. Значительное место отведено речам Иисуса. Таких речей в нем насчитывается пять. Нагорная проповедь, наставление ученикам, поучение в притчах, еще одно наставление ученикам, пророчества и притчи о последних временах. Каждая из этих речей сшивается с последующим повествованием посредством формулы, когда Иисус окончил слова сии или иной подобной. За пятым поучением следуют слова евангелиста, когда Иисус окончил все слова сии. Таким образом, Матфей делает особый акцент на учительном служении Иисуса, встраивая несколько пространных речей в повествовательную ткань. Матфей в большей степени, чем другие евангелисты, акцентирует царское достоинство Иисуса. Не случайно в первом же стихе он называет его «сыном Давидовым», подчеркивая его происхождение из царского рода. Матфей показывает Мессию царем, коронованным, отвергнутым и грядущим снова. В этом Евангелии, как ни в каком другом, Иисус изображен в царских красках. Его происхождение определяется по царской линии Израиля. Его жизни угрожает завистливый царь, волхвы с востока приносят младенцу Иисусу царские подарки, а Иоанн Креститель провозглашает его царем и возвещает, что приблизилось его царство. Даже искушения в пустыне достигают своего апогея, когда сатана предлагает Христу во владение все царства мира. Нагорная проповедь является собой манифест царя, чудеса подтверждают его царские регалии, а многие из притч раскрывают тайны его царства. В одной из притч Иисус сравнивает себя с сыном царя, а позже царственно входит в Иерусалим. Перед лицом смерти на кресте Он предрекает свое будущее правление и заявляет о власти над ангелами небесными. «Последние его слова утверждают, что ему дана всякая власть на небе и на земле». Текст Евангелия от Матфея свидетельствует о том, что его главным адресатом были читатели из среды иудеев. Это подтверждается многочисленными примерами. В частности, Матфей называет Иерусалим святым городом. Марк и Лука наверняка пояснили бы, о каком городе идет речь. Для Матфея же и его читателей ясно, что святой город – это Иерусалим, потому что для евреев другого святого города во Вселенной не было, так же, как не было другого храма, кроме храма иерусалимского. В Евангелии от Матфея немало арамейских слов, оставленных без перевода. Например, «Кто скажет брату своему, рака, подлежит гиене огненной». «Не можете служить Богу и мамоне». Заимствования из еврейского или арамейского языка встречаются и у Марка, однако Марк, как правило, их переводит, а Матфей в ряде случаев считает это излишним, так как, очевидно, его читателям, в отличие от читателей Марка, значение этих слов было известно. Многие события из жизни Иисуса представлены у Матфея как исполнение ветхозаветных пророчеств. Аллюзии на Ветхий Завет и цитаты из него мы встречаем и у других евангелистов, однако их удельный вес у Матфея значительно выше. В его Евангелии мы находим около 60 таких цитат и аллюзий, тогда как, например, у Марка их втрое меньше. В Евангелии от Матфея присутствуют параллелизмы, свойственные семитской литературе. Например, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Параллелизм в особенности свойственен еврейской поэзии. Так, во многих псалмах стихи четко разделяются на две части, параллельные одна другой. Например, в псалме 50. Очевидно, что эти параллелизмы отражают одну из драгоценных, сохраненных Матфеем особенностей устной речи Иисуса. Характерным для еврейской поэзии приемом является использование той или иной фразы в качестве рефрена. У Матфея при воспроизведении речи Иисуса многократно повторяются такие формулы, как, например, «по плодам их узнаете их», «там будет плач и скряжет зубов», «горе вам, книжники и фарисеи», «лицемеры», «безумные и слепые». Эти рефрены также отражают одну из особенностей речи Иисуса. Примером, подтверждающим, что Евангелие от Матфея было адресовано преимущественно еврейской аудитории, являются слова Иисуса «молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Упоминание о субботе имело значение только для евреев, для которых бегство в субботу означало нарушение заповеди субботнего покоя. Евангелие от Матфея начинается с того, чем заканчивается Ветхий Завет. Последняя книга раздела «Невиим пророки» — книга «Малахии» — завершается пророчеством, которое в христианской традиции толкуется как относящийся к Иоанну Крестителю. С рождения Иисуса и проповеди Иоанна Крестителя начинает свое повествование Матфей. Может быть, именно это, а также общая направленность Евангелия от Матфея, адресатом которого служили прежде всего христиане из иудеев, стали причиной того, что оно поставлено в каноне Нового Завета на первое место, как бы соединяя Ветхий Завет с Новым. Тема взаимосвязи между двумя заветами — одна из центральных у Матфея. Именно в его изложении Иисус строит свое главное поучение — Нагорную проповедь на сопоставлении предлагаемых им нравственных постулатов с заповедями закона Моисеева. «Вы слышали, что сказано древним, а Я говорю вам». При этом только у Матфея Иисус говорит, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Да коли не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все». Только у Матфея Иисус подчеркивает важность Ветхозаветного закона, тогда как у других двух синоптиков этот мотив фактически отсутствует. Более того, у Матфея Иисус, хотя и критикует фарисеев, все-таки говорит о том, что их надо слушаться. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Ни в одном другом Евангелии мы не найдем подобного совета. Споры Иисуса с фарисеями, запечатленные в Евангелии от Матфея, часто касаются тематики, связанной с интерпретацией Ветхозаветного закона. Подобные споры вели между собой представители различных школ раввинистической мысли его эпохи. Отражение этих споров можно видеть в словах Иисуса о клятве храмом или золотом храма, жертвенником или даром, который на нем, о десятине с мяты, аниса и тмина, о внешности и внутренности чаши или блюда. Для читателей Марка и Луки данная проблематика не имела значения, тогда как предполагаемый читатель Матфея должен был знать, в каком контексте Иисус развивал свои мысли. Автор Евангелия от Матфея в церковной традиции отождествляется с апостолом от двенадцати, известным под именем Матфея или Левия Алфеева. Из Евангелия о его жизни ничего не известно, кроме того, что до призвания Иисусом он был сборщиком податей. Ириней Леонский датирует Евангелие от Матфея временем, когда Петр и Павел основывали церковь в Риме, то есть периодом между 1945 и 1965 годами. Евсевий Кисарийский со ссылкой на Оригена сообщает, что Евангелие от Матфея было написано по-еврейски и предназначалось для христиан из иудеев. Поводом к написанию Евангелия, согласно Евсевию, послужил отъезд Матфея из Палестины. Несмотря на эти свидетельства древних авторов, большинство современных исследователей склоняется к тому, что Евангелие от Матфея появилось после Евангелия от Марка и после разрушения Иерусалима в 1970 году. Весьма живучей оказалась гипотеза Стритера о том, что Евангелие от Матфея было написано около 1985 года по Рождеству Христова в Антиохии. Главным аргументом в пользу такой датировки является то, что в словах Иисуса, приведенных у Матфея, содержится ясное указание на разрушение Иерусалимского храма. Однако, как мы показали выше, наличие пророчеств о разрушении Иерусалима в текстах Евангелий, отнюдь не означает, что они были написаны после этого события. Среди мест, с которыми могло быть связано происхождение Евангелия, ученые, помимо Антиохии, называли Тир или Сидон, Финикии. Кисарию Палестинскую, целый ряд других городов, областей, научных центров, высказывалась гипотеза о связи Евангелия от Матфея с Ямнией, иудейским городом недалеко от границы с Сирией, где располагался крупный центр фарисейской учености. Якобы полемика с этим центром доминирует в Первом Евангелии. Весьма распространен взгляд, согласно которому Матфей отредактировал Евангелие от Марка в соответствии с нуждами той церковной общины, к которой он принадлежал. Возможным местом написания Евангелия в таком случае объявляется Сирия, где были сильны иудейские традиции, а временем — восьмидесятые или девяностые годы. Автор Евангелия, согласно этому взгляду, не мог быть Матфеем, апостолом от Двенадцати. Однако практически на любой аргумент в пользу такой гипотезы находятся контраргументы. В последнее время ученые все чаще склоняются к датировке Евангелия от Матфея периодом, предшествующим 70-му году по Рождестве Христовым. Этот пересмотр господствовавшего на протяжении всего XX века взгляда во многом связан с более внимательным отношением к внутренним данным самого евангельского текста. Все чаще задают вопросы о том, зачем было Матфею, если он действительно писал свое Евангелие после 70-го года, упоминать обычаи и обряды, которые после разрушения Иерусалимского храма вышли из употребления, например, принесение дара к жертвеннику, сбор налога на храм, клятва храмам и жертвенникам. Тот факт, что в Евангелии от Матфея семь раз упоминаются саддукеи, о которых после 70-го года ничего не слышно, также свидетельствует в пользу более раннего происхождения этого Евангелия. Принятое за аксиому в течение всего XX века представление о том, что Марк является первоисточником Матфея, было неоднократно и небезуспешно оспорено. Если исходить из того, что раннехристианская церковь постепенно освобождалась от зависимости от иудаизма и становилась все более открытой к язычникам, а именно такая тенденция подтверждается деяниями апостольскими, где жизнь церкви в первом поколении описывается достаточно подробно, то почему Евангелие, адресованное христианам из иудеев, создается позднее Евангелия, адресованного христианам из язычников? Почему нельзя предположить, что Матфей, писавший для первого поколения христиан, делал особый акцент на связи между иудейской традицией и учением Иисуса, тогда как Марк, писавший позже для общины, освободившейся от иудейских влияний, опускал то, что было непонятно христианам из язычников? Следует также обратить внимание на то, что большинство рассказов, которые являются общими у Марка и Матфея, у Матфея изложены гораздо короче, в среднем на треть. Так, например, рассказ об исцелении прокаженного у Марка включает подробности, отсутствующие у Матфея. Чуду исцеления кровоточивой женщины Матфей посвящает три стиха. Марк 10. Можно привести и другие подобные примеры. Сам по себе этот факт не говорит в пользу первенства ни Марка, ни Матфея. Он скорее указывает на самостоятельный труд обоих евангелистов, не сличавших свои повествования одно с другим. Евангелие от Матфея – единственное из четырех, в котором дважды упоминается Церковь. Это единственное Евангелие, в котором употреблена крещальная формула «во имя Отца и Сына и Святого Духа». В этом некоторые ученые видят подтверждение датировки Евангелия от Матфея концом I века, когда Церковь, по их мнению, уже создала свою достаточно развитую ритургическую традицию, включавшую крещальные и евхаристические формулы. Матфей, согласно этому взгляду, адаптировал Евангелие от Марка в свете позднейшей литургической традиции Церкви. Однако и этот взгляд может быть оспорен. Термин «Церковь» многократно встречается в посланиях апостола Павла, написанных в 50-е годы и первой половине 60-х. Появление этого термина в Евангелии от Матфея, следовательно, вовсе не означает, что оно было написано позже других Евангелий. Что же касается крещальной формулы, то она, согласно Матфею, принадлежит Иисусу и должна была употребляться в Церкви с самого начала. Из деяний апостольских мы знаем, что крещение и евхаристия были тем изначальным формообразующим элементом, на котором строилась жизнь Церкви в первые же месяцы и годы после воскресения Иисуса. При крещении должна была использоваться формула, восходившая к самому Иисусу, а при совершении Евхаристии должны были звучать слова, которые Он произнес на Тайной вечере. Их доносят до нас все три евангелиста-синоптика. У нас есть все основания считать, что и крещение, и евхаристия первичны по отношению к фиксированному письменному тексту любого из четырех Евангелий. Следовательно, присутствие в Евангелии от Матфея крещальной формулы вовсе не говорит в пользу его более позднего происхождения по отношению к Евангелию от Марка. Нам представляется второстепенным вопрос о том, появилось ли Евангелие от Матфея раньше или позже Евангелие от Марка. Есть своя логика в предположении, что Евангелие от Марка было дополнено Матфеем и адаптировано для иудейского читателя. Но имеются и веские основания в пользу более раннего происхождения Евангелия от Матфея, стоящего на первом месте во всех древних кодексах четверо Евангелия и в раннехристианскую эпоху, воспринимавшегося как документ, который наиболее полно демонстрирует укорененность Церкви в учении Иисуса. Вполне вероятно, что именно Евангелие для иудеев как наиболее архаичное и было первым по времени появления. Учитывая ссылку Луки на многих, начавших составлять повествования, можно полагать, что к числу этих многих относился и Матфей. Следовательно, и его Евангелие, пусть даже и не в окончательной редакции, должно было появиться не позднее середины 60-х годов.